Итак, мы разбирали на прошлом занятии вопросы, которые возникали между евреями, не верующих в Ишуа Мессию, и мессианскими евреями, или христианами и иудеями. Теперь мы разберем ряд вопросов и спорных вопросов, которые касаются разногласий между мессианским иудаизмом и христианством. Когда я говорю христианин, я не говорю о всех верующих в Ишуа Мессию, я говорю о тех людях, которые находятся в системе христианских взглядов, исторически сформировавшихся как в противовес и нечто противоположное иудаизму, то есть о людях, находящихся в христианской культуре. И первый вопрос, который нам будет мешать понять друг другу, это вопрос терминологии. Помните, мы всегда говорили, что прежде чем заниматься дискуссией, нужно определить терминологию. И мы говорили, что когда встречаются люди разной культуры, разных взглядов, во-первых, они могут одни и те же термины принимать по-разному и воспринимать в силу своих знаний, в силу того, что они видели, знали, чему-нибудь научили. Ибо они могут эмоционально, болезненно воспринимать, в частности, евреи очень болезненно воспринимают те символы, которые связаны с преследованиями и унижениями евреев со стороны христиан. Например, вы знаете, крест, да? Это символ для евреев смерти, гонений, насильственных крещений и всяческих унижений. Иисус Христос для евреев – это тот, чьим именем проводились все эти преследования. Обращение – это то, что требовали от евреев под страхом смерти. Если ты скажешь, что тебе надо обратиться, да, то это нормально для христианина. Если ты скажешь еврею, что тебе надо обратиться, он сразу болезненно воспринимет, что обратится в другую веру. Знаете, есть такая поговорка. Мы, евреи, народ жестоковыны. Многие обломали свои зубы, а наши шеи – попытки обратить нас в свежую веру. Правда? В то же время, тшува – это и есть обращение. Знаете, тебе надо совершить тшуву. Тебе надо совершить покаяние. Тебе нужно прийти к Богу. Есть очень много синонимов, которые будут соответствовать этому. Дальше. Помните, кровь. Кровь. Мы спасены кровью Иисуса Христа. Это правильно, да? Но есть для вас, чтобы рассказать об этом. Для евреев, прежде всего, это напоминание о кровавом новете и о всех неприятностях, которые были связаны исторически. Поэтому в данном случае следует либо избегать этого термона, либо объяснить. Мы должны объяснить, что спасение крови, спасение кровью, спасение кровью жертвы, вы помните, это принцип не христианский. Это принцип иудейский. И мы можем проводить параллели с Авраамом и его сыном Исхаком, чья жертва была заменена на жертву, помните, Агнца. И когда, видите, Иешуа представлял евреям, Иоганн, Нанха, Мадбиль, он говорил, Се, да, Адонай. Се означает Агнец, Адонай Господь, Зе Адонай – это Господь. То есть в данном случае идет как раз игра слов. И эта игра слов была понятна евреям того времени. Дальше. Когда мы говорим о Пасхе, евреи и христиане о Пасхе говорят в разных контекстах. И кроме того, мы можем помнить, что во время Пасхи всегда были страшные гонения и погромы по отношению к евреям. И если говорят о христианской Пасхе, евреи всего, прежде всего, вспоминают, что евреи убили Христа, да? Христос воскрес, спасибо, меня уже предупредили. Еврейский принцип вы знаете. Поэтому нам нужно очень деликатно к этому относиться. Церковь тоже воспринимается как организация, которая была инициатором гонений. Но вы сами знаете, что само слово церковь происходит от слова циркус, керконен, круг, место собрания. Это место собрания по-гречески синагоген, а в июлите кагила, да? Кагал – это собрание. Кагал – кагила. То есть, есть соответствующие вещи, которые могут заменены. Если еврей не знает июлита, есть хорошее слово община, да? Еврейская община или община верующих. Вот поэтому мессианская терминология, она имеет некоторые отличия от типично христианской терминологии. Запишите. Значит, вместо Иисуса, да, в мессианской практике принято употреблять какое имя? Ешуа. Видите, Иисус пишут, здесь я видел на маечке написано, Иисус с одним С, да? С одним И. Иисус. Иисус, Джезус, Хэсус и так далее. Но если бы его позвали Джезус, если бы позвали Иисус, он, может быть, не олянулся бы, правда? Его имя было Ешуа. Ешуа. Тем более, что это имя означает спасение. Еще раз, я не требую русских христиан или украинских христиан, чтобы они говорили Ешуа. Да, или Ешуа. Но если мы мессианские евреи, и мы хотим быть частью еврейского народа, то мы должны помнить, что Ешуа, кто он по национальности? Еврей. Некоторые говорят, что Иисус был евреем после того, как Он воскрес и вознесся на небо, Он перестал быть евреем. Правда? Но в Откровении Он указан как лев из колена Иуды. То есть, конкретно, как еврей. И мы знаем, что те имена, которые были даны вот в этой Библии, которой мы пользуемся, это греческие имена. Но они этих имен не носили, да? Матвей, Матитьяху. У него еще было Леви, имя очень еврейское. Правда? Петр был кто? Шимон, да? Шимон или Симеон. Павел кто был? Да. Шауль. Помните, была у них двойная система имен. Так же, как у евреев, которые живут обычно в других странах. У них есть имя чисто еврейское, и у них есть имя, которым они известны среди нееврейского населения. То есть, это не были какие-то греки, это были евреи. И мы должны об этом помнить. Слово «Христос», помните, мы говорили, оно отрицательно несет в себе потенциал. По-гречески «Христос» означает «помазанник». На иврите «машех» или «мессия». Некоторые пишут «машеях», но это уже ашкенадский. Все-таки правильнее «машех». Или говорить «га, машех». Потому что, помните, мы говорили, помазанных царей было много. Много людей мазали Ирием. Вас мазали Ирием? Но есть «га, машех». Есть «га, машех» тот самый. «Га» – это определенный артикль. А понятие «Христос» имеет нееврейский и антиеврейский контекст. Еще раз, я не говорю, чтобы составлять всех христиан так говорить, да? Но когда мы дискусируем и когда мы говорим, еще лучше употреблять такое слово «мессия». Дальше, слово «христианин». Слово «христианин». Оно правильное слово, если мы говорим, что мы есть ученики, да? Ученики Ишуа и Мессия. Но сами ученики, кстати, себя называли христианами. Нет. Конкретно в Библии написано, что это слово появилось в Антиохии, средине еврейского окружения. Их стали называть христианами. То есть, последователями помазанного. Конечно, в общем-то, мы иудейские христиане, если так говорить. Или христианские иудеи. Но, как я говорил, этот термин, он режет слух и иудеям, и христианам, да? Я однажды, я закончил школу миссионеров для работы среди мусульман в маяках. Потом, где-то через год, я поехал туда в маяки преподавать. И мне, правда, дали всего лишь три дня на преподавание. Я думаю, что я свою функцию выполнил. Я приезжаю туда, какая-то девушка меня встречает. Спрашивает, а что вы будете преподавать? Я говорю, миссианский иудаизм. У нее такие глаза. У-у-у! Как иудаизм! Она сейчас живет в Ильичевске, ходит в миссианскую еврейскую общину. Я трех человек обратил в миссианский иудаизм в результате лекции. Если мне дали это в две недели, наверное, все бы стали миссианскими евреями. И двое в Ильичевске живут, а третье, я не знаю, где сейчас находится. Было очень здорово, было очень интересно. Ну, видите, тогда, сейчас уже лучшие люди, уже осведомлены. А тогда, лет 6-7 назад, это было удивительно. Как это? Ну, да, примерно 2000 год был. Как это? Как вы будете преподавать у нас иудаизм? Представляете? Какой ужас! И в то же время, если я буду говорить, что я христианский, и пойду в синагогу, то меня тоже побьют. Поэтому мы существо земноводное. Спроси лягушку, где тебе, говорит, лучше, на суше или в воде? Ну, он говорит, смотря как. Если в воде плохо, то на суше лучше. Если на суше плохо, то в воде. Поэтому мы считаем себя миссианскими евреями, да? Миссианские евреи, миссианские, я еще говорю, это Машех, Христос. Но миссианские, это не совсем точный термин, потому что хасиды, они тоже миссианские евреи. Они тоже в своего Машеха верят, правда? И мы говорим «евреи», этот тоже термин не совсем точный, потому что в миссианских еврейских общинах все-таки редко, ну, разве что, может быть, в Израиле евреи составляют большинство, правда? Но термин, я думаю, зато мы иудеи. Я правильно бы сказал, правда? Иудео-христиане или христианские иудеи. Потому что мы именно изучаем иудаизм во всей его полноте. Помните, определение христианства по Адиноштадзальцу, да? Христианство – иудаизм без креста. У нас иудаизм с крестом. И вот мы должны, кстати, христианам доказать, что иудаизм не противоречит христианству, правда? Потому что христиане, в особенности, болезненно воспринимают иудаизм почему-то. Хотя уже прошло много времени, и исторически уже должно много сблизить нас, но все равно по старой привычке. По старой привычке получается, как будто бы Новый Завет антииудейский, да? И это мнение и как евреев иудаизма ортодоксального, и это мнение как христиан. Дальше. Когда мы говорим «церковь», правильнее сказать «община», да? Христианская община не является церквями. Для еврейского народа церкви ассоциируются с антисемитизмом. И вы знаете, что еврейская община, она многими вещами такими занималась, и я думаю, что нам это полезно тоже делать, которые не занимались христиане. Ну, вот, в частности, вы знаете, что оказание материальной помощи и так далее. Ну, христиане считают, что первое должно быть, прежде всего, все духовное, да? Мы должны, прежде всего, помолиться за человека, а потом, может быть, ему что-нибудь дадим. Но вы знаете, что были больничные, были вот эти купат-халим, вот кассы больничные, все это основано на еврейской версии взаимопомощи. То есть были определенные кассы, и они помогали от взносов верующих, цинологи, помогали бедным, помогали изучающим Тору, давали преданное невесту, занимались выкупом пленных на свободу и выкупом тех евреев, которые оказываются в каких-то тяжелых обстоятельствах. И вот очень хорошо, что у нас есть тюремное служение. Это тоже похоже на выкуп пленных. Среди евреев у нас этого еще нету. Слава Богу, у нас много молодых, но все-таки у нас тоже люди умирают, правда? У нас хорошо было бы иметь хеврад кадиша или святое братство, вы знаете. Это прежде всего помощь, непосредственно в оказании похорон, обмыть, да? Соответствующим образом сделать, провести ритуал, похорон, помочь родственникам, как материально, так и утешением. То есть это тоже все очень важно, потому что мы смотрим на что-то такое хорошее, светлое, а вы знаете, что люди в большинстве своем умирают в ужасных условиях, в больницах, и нет утешителей. Есть такая очень хорошая еврейская традиция, что с умирающим кто-то должен сидеть. Знаете, просто сидеть. Помните, когда был в очень тяжелом положении Иов? Они его там что, утешали? Ну, понятно, умирающему надо рассказать об Иисусе. Хорошо, что, да, не помните, несколько дней они просто сидели, да? И если человек умирает, то само даже присутствие молчаливое другого человека. Надо уважать тех людей, которые умирают вот в инсультах, при потере сознания, допустим. Вы знаете, что человек, когда находится в состоянии клинической смерти, и в это время там врачи начинают обсуждать какие-то посторонние вопросы, или кто-то там приходит из родственников, и друг с другом припустили умирающего человека, разговаривают, да, о чем-то постороннем. Потом бывают случаи, что человек из клинической смерти возвращается, и оказывается, дух человека, который витает, где-то еще не отошел Господу, он все это помнит. Да, то есть к умирающему надо очень уважительно относиться, да. Но в традиционных христианских церквях это не принято, вы знаете. Вопросы обучения очень важны. Хедеры создавать, школы, объяснять еврейские традиции очень хорошо и правильно, или бар-мицва осуществлять, осуществлять такие традиции, как выкуп первенцев. Но некоторые говорят, мы не должны осуществлять выкуп первенцев. Но выкуп первенцев, я думаю, это хорошее напоминание о том, что мы все искуплены, правда? Еврейские свадьбы имеют тоже особый колорит, и это не просто так свадьба, вот это целая традиция. То есть вот именно община помогает людям чувствовать себя не просто частью какого-то коллектива, да, но чувствовать себя семьи. Вы знаете, что основа, основа – семья. И коммунистическое общество, например, оно пыталось разрушить семью. Оно, кстати, очень хорошо преуспело в этом, да. Женщина должна быть с детьми, а чуть что детей отдавали в детский сад, и так далее. В идеале вообще коммунистическое общество считало, что родители не должны воспитывать детей, а должны воспитывать детей. То есть разрушение семьи – это страшная вещь. Сейчас есть очень много семей, которые распадаются, или семьи, которые считают, что нужно не иметь детей, и так далее. То есть есть разные неумные в этом вопросе крайности. Некоторые христиане и иудеи заводят много детей, и потом не знают, что с ними делать, правда? То есть вот эти вопросы тоже должны быть разъяснены. И вы помните, что апостол Павел тоже об этом говорил. Чему должны женщины учить? Пророчеством давать, или там насыщаться Духом Святым, или прыхать там – это тоже хорошо, да? Но когда собираются женщины, они должны говорить, как детей воспитывать, как мужа хорошо помогать, и так далее. То есть у женщин должна быть особая функция. И это особая функция в еврейской общине. И, как мы говорим, в церкви, да? Но в еврейской общине это особенно важно. Я не говорю, что женщина не может быть равенна. Были случаи и ортодоксальных, помните, вот была проповедь о Деборе у вас, да? Была также одна женщина, Аснат Боразини, в Вавилонии. В Вавилонии было немало мудрецов. Но она была настолько мудрая, что она была назначена руководителем всей вавилонской общины. Это было в средние века. Дочери Раши были прекрасные комментаторы Торы. Они все вышли замуж. Мужья, так сказать, писали под их никтоку, а потом выдавали их сочинения за свои. И тоже прославились таким образом. Может быть, женщина равенна. Но вы помните, когда женщины становятся равенными лидерами, да? Когда нет мужчин. Поэтому в еврейских мессианских общинах особенно велика роль мужчин. И мы должны становиться на позиции ответственности настоящей. То есть, еврейская мессианская община, я уверен, что она отличается от церкви. Это не копия церкви. И это не копия ортодоксальной синагоги. Это нечто новое, что нужно еще создать. Дальше. Когда мы говорим о Заветах, да? Говорят обычно Ветхий Завет и Новый Завет. Когда мы говорим о книгах Ветхого Завета, как мы употребляем термин? Танах, да? Тора, Невиим, Ктувим. И это очень хороший, правильный еврейский термин. Когда мы говорим о Новом Завете, мы употребляем еврейское слово Брит Хадаша. Но мы должны помнить, что Брит означает Завет. То есть, сам Завет и Договор. Сам Завет и Договор. И этих Заветов было много в истории человечества, да? Был Завет с Адамом, был Завет с сыновьями Ноя, был Завет с Моисеем, с Авраамом. То есть, было много Заветов. И говорить, что какой-то из Заветов Ветхий, да? Как вы думаете, с возникновением Нового Завета предыдущий Завет прекращает свое существование? Нет, он не прекращает свое существование. Иначе бы Бог был бы неверен в себе. Просто Новый Завет создает новые условия, да? Для того, чтобы мы могли выполнить Божьи заповеди. Дальше. Традиции. 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 Это очень важно. Есть еврейские культурные и религиозные традиции. И нам нужно выработать очень мудрый и правильный подход по вопросам традиций. Мы не должны копировать традиции ортодоксальных евреев, но мы должны выработать свой собственный метод, свою собственную галаху. По отношению к литургии. Что такое литургия? Это порядок проведения служения. Практически вся наша жизнь – это служение. Но когда мы говорим о служении в общине, есть определенный порядок. Есть определенный порядок еврейского служения, есть определенный порядок харизматического служения, есть определенный порядок православного служения. Правда? И в зависимости от того, куда больше склоняется пастор, бывают либо более ортодоксальные, либо бывают менее ортодоксальные синагоги. Ну вот если бы, допустим, Дэн Жастер или Уолтер Либер проводил бы в синагоге служение, было бы другое. Валентин Романович проводит служение определенным способом. Какой-то другой пастор проведет по-своему. Ну, мессианские и еврейские служения – это не просто гибрид, немножко взяли от ортодоксального, немножко взяли от какого-то другого. Я думаю, что вопрос выработки литургии тоже играет важную роль. Потому что они должны быть достаточно еврейскими, потому что все еврейское, оно основано на чем? Имеет в своем основании Тору, да? Имеет в своем основании Тору. И оно будет достаточно харизматичным для того, чтобы там действовал Дух Святой. Как это будет проводить, мы будем видеть в течение нашей жизни, безусловно. Но литургия необходима. Хорошо. Обращение, мы говорили. Мессианские евреи не используют этот термин. Потому что для еврейского народа это означает поворот от еврейства и превращение в христианина. И две тысячи лет, а может многие и сейчас так продолжают думать, что можно быть либо только христианином, либо можно быть только евреем или иудеем. И третьего не дано. Вы знаете, что еврею требовали отказываться от всего, от праздника, от обычая, от общения с евреем. И даже если они отрекались, их все равно обвиняли как иудействующих, как жидовствующих. В то же время мы видели ряд групп в истории христиан, которые стремились к еврейским традициям. Вот эти так называемые иудеемствующие. Даже адвентисты седьмого дня, они соблюдают кашрут определенные. Вещи, вы знаете, это полезно. По статистике, вообще верующие люди живут дольше, чем неверующие. А адвентисты седьмого дня живут на 6-7 лет. Это американская статистика. Больше, чем другие верующие. Я думаю, потому что они соблюдают кашрут. Но в этом нет ничего мистического. Вопросы соблюдения субботы. Вы знаете, они всегда были очень болезненными животрепещущими. Если всегда к вам придут, вот вы должны, Иисус воскрес в воскресенье, поэтому вы должны праздновать воскресенье. Суббота была заменена на воскресенье. Вы знаете, что это было сделано специально. Это было сделано специально для того, чтобы отличить евреев от христиан, да? И разделить праздники. Но это не предусмотрено Божьим планом. Я думаю, что церковь придет. Помните, я вам рассказывал, что не все праздники празднуют церковь. В основном весенние празднуются, да? Осенние, ну, там есть некоторый аналог. Но если говорить даже о православной церкви, то фактически многие православные праздники являются так или иначе, ну, как бы, чем-то напоминающим, правда? Соответствующий еврейский праздник. Ну, вот взять спас. Яблочные медовы. А что, кто ест яблоки мед? Когда? На Рожошина. Да, помните, если мы говорим, что Йом-Кипур и в это время Капары покрываются наши грехи. И тут появляется праздник Покров. Если мы говорим о Рождестве, этот праздник почти совпадает с Ханукой. То есть, есть определенная параллель между еврейскими и христианскими праздниками. Я не говорю, что церковь должна выполнять все еврейские традиции. Но хорошо почитать Бога через его праздники. И это очень здорово. И я верю, что в свое время, не только адвентисты седьмого дня, но и вся церковь придет к пониманию в субботы. Адвентисты седьмого дня просто это было связано с оккультом. Когда одна из лидеров этой церкви, Елена Уайт, она увидела там четвертую заповедь свечащуюся и сказала, что знаете, что вот Иисус не придет, если не будут христиане соблюдать субботу. И это очень допоминает еврейскую традицию, потому что говорят, что если все евреи всего мира хотя бы две субботы подряд будут праздновать, то Мессия точно придет. Нет. Ничего мистического этого нет. Мессия, вы помните, придет, когда будет народ готов к нему прийти. И наше дело подготовить еврейский народ к приходу Мессии. Хорошо. По вопросу крещения, опять-таки, этот термин мы, мессианские евреи, не используем. Потому что само слово «крещение», даже в русском языке, видите, оно неправильно. И отсюда возникают такие, опять-таки, метафорические деформации. Может быть, кто-то видел литографию, стоит Иисус в воде, а сверху над ним Иоанн крестит и крест держит. Да, да, да. Да, вот он значит крестить. Понимаете? В действительности это означает погружение, да? И если мы говорим «крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа», там действительно погружать в реальность Отца и Сына и Духа Святого. Поэтому западный термин «баптизм» – это более соответствует истине. Но Иоанн все-таки был не Джон Баптист, а есть очень хорошая традиция – твила. Нам бы тоже неплохо было бы, если у нас было здание синагоги, иметь микву, правда? Микву – это не просто нечто, это действительно связано с еврейскими принципами и принципами очищения в микве. Помните, женщин, да? Хорошо погружаться в микву, и евреи погружаются в микву много раз. Если христиане крестятся один раз в жизни, да? То погружение в микву, оно имеет определенное тоже символическое значение. Это не таинство, как говорят некоторые. Грешный человек, если его крестить, и сколько его ни макай, он праведным не станет, да? Разве что он там буль-буль выпустит, в последнюю минуту успеет покаяться. Зато евреев крестили всегда насильственно и страшно. Как страшно крестили евреев, это трудно себе представить. Поэтому дай Бог, чтобы такая история не повторялась. Хорошо. Относительно символов. Ну, вы знаете, я категорически против, чтобы мессианское и еврейское общение был символ креста. Не потому, что я ненавижу крест, но потому, что я знаю, что если придет какой-то еврей, мы ходим и приходим и говорим, вот, приди к нам, здесь у нас еврейская община. Он потом не будет спрашивать у вас, почему там крест стоит. Он увидит крест и уйдет. И скажет, эти христиане, они меня обманули. И все. И больше он никогда не придет. Не только вашу, но и любую другую христианскую общину. Поверьте, символ – это страшная вещь. Знаете, как череп с костями на трансферантовой будке. Не влезай, а то убьет. Символ воспринимается намного быстрее любой надписи. Были разные попытки делать на дорогах надписи. И это не срабатывает. Но знаки дорожные, они воспринимаются мгновенно. Причем, вы знаете, что символы воспринимаются не только сознанием, а подсознанием. Если вы будете делать какой-то 25-й кадр, и там будете составлять, к примеру, фашистскую свастику. И будет какой-то текст. Что будет восприниматься? Будет восприниматься то, что подсознанием. Помните? Невербально, но намного сильнее вербально. Поэтому очень важно. Не обязательно, конечно, устраивать какие-то... Допустим, ходить и звездочки носить, магендавиды или что-то еще. Публично по улицам, вы понимаете, да? За это могут даже и побить иногда. Но я раньше ходил в кипи по улице, я сейчас одеваю куражку, потому что были разные выкрики. Типа у нас Одесса для славян и всякие прочие нехорошие выражения. Поэтому я одеваю куражку. Кстати, мои соседи, наверное, до сих пор думают, что я лысый. Потому что я на улице без головного кубора ни летом, ни зимой не показываюсь. Но дома я хожу, правда, без кипы. Я еще раз говорю, это не традиция, да? Но когда я надеваю кипу, это означает, что я, как военный человек, одевающий форму, принадлежу к чему-то. Это чувство принадлежности к чему-то. Ну, я не ношу талит, эти кисти, но тоже хорошо носить. В отношении обрезания я еще раз говорю, что это дело каждого. Вы знаете, что есть еврейские общины, кстати, реформаторские общины, где есть необрезанные, даже равенные. Но очень хорошо было бы, если бы мужчины, евреи обрезались. Неевреям это не нужно и даже не стоит. Но еврей, если он действительно хочет служить евреем, не как нееврей, еврейской общины и как еврей, я думаю, что это было бы полезно. Но, опять-таки, каждый располагает это по-своему. Возникает следующий у нас вопрос. Вы знаете, часто говорят, у вас религия, а у нас вера. Вера и религия. Действительно ли это про противоставление одного к другому? Я вам скажу, что надо различать просто, когда говорят, что вера – это хорошо, а религия – это плохо. То это абсолютно неправильный вопрос. Всегда, мы говорили, должны быть правильные и точные термины. Есть религия, есть религиозность. Религиозность – это когда мы следуем каким-то традициям слепо, и мы действительно не знаем вообще, зачем это делаем, правда? И мы делаем это не для Бога, а для внешнего вида, как это поступали фарисеи, помните? Они надевали воскрылья. Что значит воскрылья? Они талиты побольше делали, такие, чтобы можно было до самой земли, и кисточки побольше делали, чтобы хорошо видно было, и становились на улицах, и начинали там бурно моиться, чтобы каждый видел, как он молится. Если он постился, постился так уж и вся улица знала, что этот человек постится. Против этого Иисус предупреждал. И религиозность может быть даже и в харизматической общине, поверьте. В любой общине есть религиозность. Религия – это не хорошо и неплохо. Религия – это нормально. Само слово «религия» по-латыни, оно имеет корень следования за чем-то, и корень святыни, то есть то, чему мы верим, то, чему мы следуем, то, чему мы поклоняемся. И есть очень хорошая формулировка религии. Я вам об этом раньше говорил, но вы, кто не знает, запишите. Религия состоит из трех компонентов. Без религии ни одна группа верующих не может устойчиво существовать. Согласны? Без религии ни одна группа верующих не может устойчиво существовать. Значит, религия состоит из трех компонентов. Вера, плюс культура, плюс политика. Это не значит, что какая-то из этих частей она главнее другой. Без исключения какой-то части мы не сможем существовать как реальная политическая, религиозная и так далее группа. Но говорят, мы не будем заниматься политикой. Поймите, не заниматься политикой, это тоже политика. Согласны? Если верующих, например, призывает не участвовать в голосовании, это политика. Или, например, верующих призывает идти голосовать за оранжевую революцию. Это политика, правда? Или если верующие говорят, что мы не будем регистрировать нашу группу. Знаете, если есть, нерегистрированные верующие. Это тоже политика, правда? Культуру не можно оторвать от человека. Всегда, когда вы приходите куда-то, вы несете с собой культуру. Потому что человек без культуры, это тоже человек соответствующий безкультурной культуре. Правда? Вот, вера, это то, во что мы верим. Давайте вот это проанализируем. Смотрите, помните, мы говорили, вера, что есть правда и есть истина. И мы живем не истиной, а мы живем правдой. Что есть такое правда? Это наше понимание истины. Абсолютная истина, истина существует объективно, но абсолютную истину, может быть, мы познаем, как говорит нас поставил Павел, когда уже представим непосредственно перед Богом. Некоторые вещи мы видим четко, да? Некоторые вещи мы видим, как сквозь туслое стекло. У нас есть определенное представление об истине, и оно может быть ближе к истине или дальше от нее. И у каждого есть своя правда. И когда встречаются разные группы верующих или неверующих, тоже у каждого есть своя правда и своя точка зрения. Помните, мы говорили? У верующих это важно истолкование Писаний, потому что все мы основываем на Писании, да? И вы помните, что есть истолкование Писаний, есть разного типа, есть мидраши, есть агада и так далее. Скажите, есть свои мидраши у христиан? Безусловно. Все то, что говорят христианские предания или отцы церкви, вы скажете, когда заканчивается будет, да? Или отцы церкви написали. Все это что? Это есть те же самые мидраши. Или какие-нибудь теоретики написали. Дальше теологические взгляды. Да? Теологические взгляды важны для нас, потому что они определяют нашу практическую жизнь. И теологические взгляды, особенности споры по теологическим взглядам идут между разных динаминаций христианства. Правда? Одни истолковывают так, другие истолковывают то же самое место по-другому и начинаются спорить. Одни кричат, что Иисус – это что? Дух Святой исходит от Отца и Сына. Другие говорят, что Дух Святой происходит только от Отца. Правда? И так далее. Но это начинают разные теологические споры. Есть основные теологические взгляды, которые, безусловно, являются базисными. Я думаю, что эти теологические взгляды, они характерны для всех настоящих верующих, как христианской традиции находящихся, так и мессианских евреев. И они общие. Я, например, верю, что Иисус есть Бог. И я верю, что Бог есть един. Но если можно анатомировать Бога по кусочкам, можно больше говорить о единстве Бога. И так далее. То есть вот эта вся теология, она разделяет людей. И надо ближе искать Бога. Искать Бога как Личность. Тогда вот эти теологические различия будут намного меньше. Терминология. Мы говорили. Очень важный вопрос. Терминология. Очень важный терминология. Вопрос. И... Так. У нас продолжается занятие. И символ меры. Выключите, пожалуйста. Выключите. Итак, кредо. Вы знаете, существует символ веры, так называемый никейский, никео-цареградский символ веры для христиан. Он был на нескольких соборах в Никее и Константинополе. И был примерно 385 году сформулирован. Есть определенные символы веры и у евреев. Например, Арамбам написал 13 пунктов относительно символа веры. И так далее. Я думаю, что мы, миссионские евреи, у нас тоже есть определенный взгляд на этот, на эту позицию. Нечто у нас есть схожее с евреями традиционными и нечто у нас есть схожее с христианами. Хорошо. Вторая – это культура. Вот тут намного больше различий бывает. Есть разные группы верующих, правда? И культура, она включает себя. Наша практическая жизнь, хождение перед Богом или Галаха. Наша практическая жизнь, хождение перед Богом или Галаха. На чем основывается Галаха? На толковании Писания. Правда? Мы толкуем Писание и мы выводим определенную Галаху. Причем Галаху имеет не только евреи, Галаху имеют христиане. Ну, например, вопрос хлебопреломления. Заметьте, что существуют разные галактические подходы к хлебопреломлению. Одни во время хлебопреломления моют ноги, другие не моют ноги. Одни преломляются пресным хлебом, правда? Другие преломляются сдобным хлебом. Я вот только не помню, какая придержится, но в 1065 году, когда произошел раскол между западной церковью, ставшей потом католической, и православной церковью, ортодоксальной, именно по вопросу, каким хлебом преломляться, квасным или пресным хлебом. То есть совершенно разные подходы к галахе, да? И по отношению семейной жизни, и по отношению к посту, и к другим вещам. Этические ценности, хотя этические ценности, я буду сегодня это показывать для христиан и иудеев, они общие, и этические законы общие, но все-таки есть определенные разные этические подходы. Ну вот, например, женщина рожает, роды затяжные, должен умереть либо плод, либо женщина. Двоих спасти невозможно. Кого спасать будешь? Женщина. Так. Хорошо. А другие мнения есть? Вот. Видите, католики, например, католики подходят к этому так, что нужно спасти плод, женщина, она уже крещеная. А плод надо спасти, и ребенка, пока еще не умер, покрестить. Иначе душа погибнет. Если говорить иудейский подход, да, то должна быть спасена женщина. Потому что, во-первых, ребенок он свят, если он умирает, он точно идет в рай. Во-вторых, женщина может спасти еще родить несколько детей, правда? А ребенок еще неизвестно, вырастет ли он или не вырастет, или он умрет, правда? Ну, еще есть такой подход несколько, не совсем правильный, но параллельный. О курице, сидящих на яйцах, помните? Или о птице сидит гнездо, сидит птица на гнезде, да, что нужно брать? Птенцов, яйца или птицу? Да, можно взять яйца, можно взять птенцов, да, но птицу нужно отпускать. То есть, в принципе, чем-то похожий. Различные этические, различные совершенно этические нормы, да, вы знаете, высокие этические нормы по отношению к родителям, по отношению к учителям, к сожалению, наше общество это совершенно утратило, я вам говорю, учителя получают примерно такую же зарплату, как нищие, которые стоят на паперте, вот, и уважения к ним никакого нет, а к родителям вообще страшно, это с общим разрушением семьи, видите, наше поведение, наше поведение это этикет, да, как мы ходим, как мы поступаем, вот, допустим, пришел человек, его пригласили, да, он сел за стол и сидит, в шляпе кушает, не снял шляпу, да, и до такого человека обидится, вот, а головной убор снимать не принято, меня моя бабушка ругала, а я не знал, за что она меня ругает, я прихожу со школы и шапку на стол кинул и побежал дальше, да, не снял шапку на стол, ты что делаешь, что я делаю, ну, буду выждать, я думал, на стол, на стул, нет, нельзя шапку, почему, никто мне так не объяснил, когда я уже здесь, вот, пару лет назад, я уже повстречался тут с Толиком, знаете, Толиком, Тесли, и он мне это объяснил, оказывается, когда шапку ложат на стол, это в том доме, где покойник, причем это оказывается хасидское, это традиция, но это традиция, это относится к этикету, к поведению человека, да, суеверие это или не суеверие, но это поведение, когда в доме покойник ложат шапку на стол, и оказывается, это хасидская даже традиция, даже не всех евреев, видите, как интересно, или приходят, снимают обувь, а в субъекте еврейской традиции, американцы тоже, они верхнюю обувь не снимают, японцы снимают, обувь тоже снимают, когда в доме траур евреи, видите, как можно попасть в просаг, то есть, можно что-то сделать неправильно, и так далее, этикет, наша пища, там, кашрут, как мы едим, внешний вид одежды, всегда евреев ругали, потому что евреи всегда отличались от всех других, евреи мужчины носили кипы, правда, носили кипы, и так как вот я хожу, и многие думают, что я лысый, так вы знаете, что в средние века были уверены, что у евреев растут рога, поэтому мужчины носят кипы, чтобы спрятать эти рога, знаете, некоторых супер-супер ортодоксов есть особые виды одежды, вы знаете, что эта одежда была очень модной в то время, когда формировалась эта группа религиозная, либо длинные такие лапсердаки, либо выховые шляпы, шапки, либо шляпы, сейчас есть даже группы христиан очень похожих, очень похожих одевающихся, это минониты, которые минониты амиши, кстати, от минониты и амиши произошли современные пятидесятники, если вы хотите знать, но вот эти группы так почти точно так же одеваются, как хасиды, только пейсы не отпускают, но пейсы тоже особо и так далее, внешний вид одежды, дальше, каждая религиозная группа имеет свой центр поклонения, церковь, синагога, храм, да, там, где они собираются, и есть нечто, на что в этом центре внимание больше всего уделено, вот вы заходите в синагогу, что вы прежде всего видите? Ну, вы зашли в синагогу внутри, арон гакадеш, да, ящик, в котором находится Тора, еще там может быть минора, или просто подсвечник, там горят свечи, да, заходите в православный храм, там алтарь, да, тоже что-то там стоит, какие-то святые мощи стоят, то есть есть определенный центр поклонения, правда, центр поклонения, дальше, есть определенный пантеон святых, ну, даже, вы знаете, такая религия, как коммунизм не обошлась без этого, сколько портретов вождей было, да, и так далее, то есть всегда есть какие-то люди, которые служат как бы для нас примером, ну, прежде всего это Ишуа Мессия, да, Ишуа Мессия, ну, если мы зайдем православный храм, мы там еще увидим множество других икон, да, разных святых, но, если говорить о синагоге, вроде бы там нету картин, да, нету таких вот, ну, во-первых, сама Тора является, да, нечто, чему мы поклоняемся, во-вторых, когда говорят о религиозных авторитетах, всегда вспоминают Гелеля, арабия о Киеву, еврейских мудрецов, мы им не поклоняемся, правда, но они служат для нас определенным примером, ну, для коммунистов Павлик Морозов, Зоя Космодиянская, естественно, святыми были, правда, и так далее, то есть в любой группе есть свои святые, литургия, мы уже говорили об этом, да, это определенный порядок, заметьте, что есть у харизматов своя литургия, правда, у пятидесятников литургия, у мессианских евреев литургия, у различных групп евреев, ортодоксальных, реформированных, тоже есть свои виды литургии, как правило, эта литургия зафиксирована, например, в Сидуре, или, если мы возьмем традиционную церковь, там разные есть часословы и так далее, есть свой Сидуру пятидесятников? Есть, он называется песня возрождения, да, некоторые там песни общие даже с баптистами, песня возрождения, то есть не обходится без этого, если вы думаете, что вы без этого обойдетесь, то ничего у вас не получится, и традиции, мы говорили, традиции, это самая устойчивая вещь, и мы зачастую перенимаем старые традиции, которые идут нам из поколения в поколение, и даже мы не можем понимать их смысла, и еще традиции могут быть как религиозные группы, так традиции могут быть и какой-то всей нации, национальности, ну, у христиан принята традиция петь калядки, например, да, хотя мы знаем, что само понятие каляда, это связано с идолопоклонством, правда, если вы придете в Казахстан, у вас свои определенные традиции при этом будут, и очень болезненно, получается, если мы эти традиции ломаем, если приходят люди, приносят американскую культуру, почему, потому что они американцы, какую они культуру могут привести, поплазкую, но люди начинают уже бессмысленно копировать, бессмысленно копировать, и тогда возникает вплоть до того, что, допустим, смотрите, сейчас готовится большая группа, большая группа православных священников, потому что китайская Китай приглашает православных священников для евангелизации, а знаете почему? Потому что Китай крайне отрицательно относится к христианам, получившим христианство из рук американских империалистов, но православие, оно идет вроде как бы от русских, а русский для китайцев хотя и тоже враг, но так сказать враг свой привычный, да? Вы понимаете, я говорил, что в Узбекистане, в Казахстане были случаи преследования верующих, только потому что их воспринимали как пятую колонну, как нечто приходящее извне, и если мы развиваем свои традиции, это очень полезно, если наши традиции не противоречат традиции данной страны, ну, а в традиции каждой группы своем, даже вот, если верующая женщина идет, можно по тому, как платок повязан у нее, определить, она православная, или она, допустим, пятидесятница, правда? Конкретно. вот эти, вот эти, сзади повязанный полуточек, видите, так, то есть, без этого, и третье, мы говорили, политика, я здесь вас не записал, но это будем сокращать уже, это отношение к различным политическим группировкам и наше положение по отношению к государству, правда? Можем мы без этого жить? Нет, без этого мы будем уничтожены и правильно сделают, потому что не проводить политику, это тоже политика, и это будет восприниматься как враждебность, но в то же время мы должны помнить, что наше царство какое? От Бога. Иисус мог свергнуть власти, которые были в то время? Мог, но этой его задачей не было. Хорошо, благословя Господь.